Доброе утро, дорогие друзья! Сейчас сегодня пост. Вечером Пурим. Пост такой, что все, в общем-то, обычно не обращают внимания, потому что понимают, вечером уже праздник. Праздник Пурим имеет четыре, мы знаем с вами, такие основные особенности. Первая, это помощь бедным. Обычно, ну, просто помогают, сейчас все собирают на трапезу, на что-то, чтобы вместе, вот, когда ты даешь, это ты исполняешь заповедь. Подарки друзьям, это минимум два продуктовых, такие, что можно было съесть, например, там, я не знаю, там, колбаса и палка колбасы и бутылка вина. То есть из двух, хотя бы двум, чтобы укрепить дружбу. Чтение могилы, которое мы читаем сегодня вечером и завтра утром. И, главное, пир, пир лыхаем делать. Написано вообще, вот, с питьем очень интересные вещи. Некоторые считают, что надо напиться, как одно некошерное животное. На самом деле, имеется в виду совсем другое. Написано, что человек должен напиться так, чтобы не отличить проклят Аман от благословен Мордыхай. В чем имеется в виду? В любом грешнике есть что-то хорошее. И когда ты немножко делаешь лыхаем, видишь искру хорошего. Знаете, когда вот люди там выпили, говорят, да он хороший человек, все. Когда ты не видишь плохого в человеке, и меняется вот проклят Аман на благословен Мордыхай, вот это вот ты в другом виде, в свете видишь, вот это ты исполнил заповедь. Вообще, вот, знаете, однажды Рэбе предложил знаменитому Рэвину, Менделю Футерфасу, посоветоваться с врачом о своем здоровье. Врач тоже хасид, но он посмотрел, говорит, знаете, я хасид, и понимаю, что хасида без водки не бывает, но все-таки вам нельзя ее пить. И потом Менделю Футерфас, который продолжал это делать, говорил, что я вслушался в слова Рэбе, Рэбе сказал прислушаться к врачу, а врач мне сказал, что хасида не бывает без водки. А разве, не дай бог, Рэбе имел в виду, чтобы я не был хасидом? Это шутка. Вообще, Машки, вот, называется так, это, знаете, водка, коньяк, виски. Почему мы пьем крепкие напитки во время Лахаева? Написано, что они дают нам возможность тоже научиться, научиться, как обращаться с негативными и отрицательными явлениями, которые находятся в нашем мире. Каким образом? Если фруктовый сот или легкие напитки поставить в холодильник, в заморозитель, они замерзнут. Если бы была возможность спросить Сока, почему ты замерз? Он сказал, ну, весь мир такой окружающий, я замерз. Если бы водку сумели спросить, почему холодно повлиял на нее, она не замерзла. Она сказала, какая мне дело до происходящего? Я такая, как есть, и оставаться должны мы такими, как есть. Поэтому, говорит, и пьем. Не имеет значения, что происходит вокруг, горячо или холодно, мы всегда должны оставаться самими собой. Но вернемся к Пуриму. Итак, полная победа. Эстер приходит к Ахашвирошу и еще просит повесить 10 ценовой Амана. Причем, это я не буду сейчас вдваться в подробности, это в будущем, каждому приставка с добавлениями, в будущем времени. В Нюрнберге повесили 10 нацистских преступников. Вообще, их было 11, но один принял яд. И вот Юлию Штрайхерт, главный идеолог фашизма, он за секунду, когда описывается это все очень интересно, когда петля задернулась, он закричал Пурим 46-го года. То есть, даже руководитель один из фашизма понимал, что произошло именно Пуримское событие. И очень много потом событий, мы знаем, когда полностью на Уфоку переворачивало все. Пурим это праздник переворота. Печально известное дело врачей. Быстро скажу, в ходе которого арестовали, пытали группу врачей еврейской национальности во главе вовсе. И начали распространяться слухи. Сталин начал готовить репатриацию евреев. Они должны были треть убить, треть по дороге уничтожить. Строительность там была построена четыре лагеря в Казахстане, Сибири, в Арктическом Севере, где все это должно было быть. И за неделю до Пурима 53-го года, это есть в воспоминаниях Бати Барк в автобиографии, написано, что на вокзалах по всей России реквизировали вагоны для перевозки огромного количества евреев на смерть. И 6-го марта должна была начаться высылка. В 53-м году Пурим пришелся на 1-е марта. И именно в этот день Сталина обнаружили лежащим в собственной моче на полу в столовой. Так заканчивали все оманы, которые пытались повторить подвиги в скобках Ахашвироша. И вообще вот, если правильно всмотреться, то, например, эта же история, которую я только что сказал, это совершенно ошеломительные вещи. Гитлер действительно был современным оманом, а те, кого повесили в Нюрнберге, это его духовные сыновья. И в этом есть что-то абсолютно четко показывающее нам небо. На шабот взошло ровно 10 из них. Напоминаю, Геринг ночью перед этим убил себя, отравился. Это общее звено между оманом и Гитлером напоминает нам, почему вообще мы празднуем Пурим. Потому что история СТР напоминает нам, что со злом надо бороться пока не поздно. И вот это очень важная вещь. Но бороться по-еврейски. Брахава Ацлаха, хорошего праздника. И помните, что этот праздник самый великий праздник в веселье. Это праздник победы зла над... Простите. Это уничтожение зла и победы добра. Это праздник нашей с вами радости. Брахава Ацлаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова